Массовая вакцинация против COVID-19 в разгаре. Но далеко не все знают, как работает прививка и как вести себя до и после вакцинации. А потому не торопятся прививаться. Чтобы разобраться в этом вопросе, мы обратились в городскую поликлинику. Вакцинация у нас началась в декабре. Первый контингент вакцинированных – это медработники и педагоги, которые имеют непосредственный контакт с большим количеством людей. Добровольная вакцинация началась где-то в январе 2017-го, если не ошибаюсь. Отказываться от прививки не стоит даже тем, кто уже перенес коронавирусную инфекцию. Со временем количество антител COVID-19 уменьшается и возникает опасность повторного заряжения, уверяют специалисты. Вакцинация проводится в два этапа. Первый компонент вводится в день вакцинации, второй компонент через 21 день. По вызову нас медработники обзванивают и вызывают на вакцинацию второй компонент. Люди боятся вакцинироваться. Разные слухи ходят по поводу того, что вакцина плохая, в плане того, что она бесплатная. Люди боятся того, что компоненты дешевые. Но это всего лишь стереотип. Как у любого препарата, спутник ВИИ имеет ряд побочных эффектов. Однако на сегодняшний день все случаи выявления побочных эффектов единичны и не несут тяжелых последствий для организма. Как и при любой вакцинации, гриппоподобное состояние, температура 37,2-37,5, но это тоже необязательно. То есть это возможная реакция после вакцинации на первые, вторые сутки после нее. Бывают, конечно, повышения, но это редкие случаи. Нужно учитывать аллергический фон человека. То есть если человек аллергик, тоже может дать высокую температуру. Это индивидуальная реакция каждого человека. У одних вообще ничего не бывает, у одних бывает небольшое повышение суфибрильной температуры. По заявлениям специалистов, чтобы остановить пандемию, необходимо выработать коллективный иммунитет путем массовой вакцинации. То есть любой человек по желанию может подойти, спросить. На все вопросы, которые его беспокоят, мы ответим. И если появится такое желание, мы его обследуем и вакцинируем. То есть не нужно бояться вакцинации, нужно просто прийти и об этом, обо всем узнать. Вакцина делается у нас в поликлинике Каспийской ЦГБ, 36-й кабинет прививочный. Делается после осмотра терапевта участкового. В принципе, это все доступно через портал госуслуг, вы можете записаться. Мы вас вызовем и дальнейшее обследование и вакцинация будет проводиться здесь. Наша команда напоминает, что решение о вакцинации каждый из нас должен принимать самостоятельно, не основываясь на чьем-либо мнении. Оставляйте свои комментарии под этим постом и расскажите нам, как вы относитесь к вакцинации против COVID-19. Продолжение следует... Продолжение следует...